В Кремле сегодня подтвердили, что в ходе недавнего телефонного разговора лидеры России и США обсудили в числе прочего информацию о готовящемся покушении на президента Белоруссии. Появились и новые подробности самой истории. ФСБ опубликовало видеозапись встречи предполагаемых заговорщиков в одном из московских ресторанов, где они обсуждают план военного переворота в Минске, включая физическое устранение Александра Лукашенко. Кадры посмотрел Петр Вершинин. Задача номер один у нас получается устранить самого главного. Задача номер два занять, блокировать, нужные войска блокировать ОМОН. Задача номер три занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции телевидения, для того, чтобы мы могли зачитать обращение. Именно после этой конспиративной встречи в Москве спецслужбы задержали организаторов вооруженного переворота, который планировался в Минске. ФСБ распространило новые кадры слежки. На них несколько раз под чистый обсуждают планы по физическому устранению Александра Лукашенко. Основная цель? Начало всего нашего приятия. Самый физический устранение? Да. Значит, мне еще доложили ребята буквально позавчера, если будет нужно, есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси. Как заявили в Комитете госбезопасности Беларуси, сейчас задержанные дают признательные показания. Переворот планировали начать 9 мая. Пока же искали силовую поддержку в лице высокопоставленных белорусских военных. Имена схваченных заговорщиков известны. Юрий Зинкович и Александр Федута. Оба оппозиционные активисты, известные в Минске. Федута в прошлом был первым пресс-секретарем президента Лукашенко. Зинкович – юрист с двойным гражданством – белорусским и американским. За действиями этих людей давно следили белорусские спецслужбы, фиксируя все действия, в том числе тайную передачу денег через камеры хранения. Гражданин Соединенных Штатов Америки Юрий Зинкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами Соединенных Штатов Америки. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти. По данным следствия, к подготовке переворота организаторы планировали привлечь союзников из Киева и Варшавы. При этом высших должностных лиц государства, список уже был составлен, намеревались интернировать, то есть, по сути, отправить в некий концлагерь. В это время заговорщики сами бы стали главными кураторами страны. Я буду отвечать за правовую реформу, соответственно, курирую мне Министерство юстиции, суду, разработку новой Конституции. Очевидно, в планах было и улучшение собственного материального положения. На вооруженный мятеж можно списать все, в том числе и ограбление Лукашенко. В российском МИДе заявили, что обнародованные факты не оставляют никаких шансов коллективному Западу отрицать свое мнение. Да и цели понятны. После Киевского, Майдана и других цветных революций, подобное в Белоруссии, не кажется невозможным. Но на этот раз путь чистый, подошли к делу слишком просто и были пойманы. Рано или поздно стадия кризиса, а он продолжается, этот кризис, она переходит в стадию таких вот заговоров и террористических актов. Это азбука. Я так понимаю, что власти белорусские это понимают, они идут вперед, они пытаются эту ситуацию перехватить. В Минске в отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье о заговоре с целью захвата власти. Каждому грозит до 12 лет лишения свободы. Петр Вершинин, ТВ-Центр.